еще одна серия только тему надо будет сменить я толком вам не рассказал подробно обстоятельно о том что есть две большие разницы это саженцы основаны на сеянцевых подвоях и клоновые подвои которые считаю огромной ошибкой допущены и минсельхозом и наукой и сожалению широкой практикой то есть клоновые подвои именно яблон стали основой садов недолговечных отравленных в отчаянии потому что все это служит пищей не нам начали а насекомым сейчас я все равно меняю тему что-то я рассказал интервью ларисе корреспонденту крупного блога вы это видели наверно вчера то есть сегодня у нас 30 июня а вчера было 29 вот посмотрите это все есть на моем канале садоводства по железу сейчас тему меняем нарезка и так вы плодопитомники железово вот это вот манджорцы подвоенные вы раздайте я вначале нет мы сделаем не так ногах правды нет я везде пытался пристроиться где бы сесть не удалось тащить сюда ствол за 300 метров мне не хватило сил и просто посмотрите сюда вот так выглядит питомник который плавно переходит матовый сад заметили что не все продано что-то остается навсегда посмотрели то видите мульчирование но видите что основание штамба не закрыто видите чтобы не сопрели так кстати это сливы они не так боятся ноги а вот абрикос уже нельзя мульчировать они просто сгниют игрушки нельзя так пойдем дальше это просто общий вид вот так сегодня все здесь постоянно приходится кому-то вкунуть спину выщипать каждую травинку видите это нелегко получается питомник кормит людей но увеличивает расходы на каждый саженец то есть себестоимость еще раз посмотрели вот так получается луч из лучи остается навсегда заметили часто это выглядит так смотришь по брезголи с саженцем я уже вам показывал такие как бы прикалывался немножко кривое немножко горбатый ну ладно оставайся потом получается вот такая красота посмотрели да и так вот питомник увидели а сейчас мы пойдем беседку по той причине что у меня правда сидя получится лучше рассказать рассказывать я буду об организации плода питомника ну сами понимаете все начинается сеянцева вот эти сеянцы были посажены перед зимой схожесть практически стопроцентная да и я уже показывал все раз покажу а вот эти вот были посажены после двухмесячной стратификации весной вот они ну и там еще вот вон 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 вот видите то есть и такие есть и такие причем бывает у сергея костик было много манджурский абрикос дал 40 ведер поэтому костик немерено и он положил яйца в две корзины по той причине взойдут те не взойдут эти не беда не взойдут те взойдут эти тоже не беда хотя бы половина гарантирован в данном случае и там с под сто процентов и тут да это прежний питомник чем он хорош здесь видите именно для под абрикосы почему потому что ну немножко слив немножко персиков вот они видят персики вот они почему так есть хороший склон градусов 10 а там запад этот склон передает очень важное состояние для именно для выращивания наиболее благоприятные условия почему здесь не задерживается снег начинает таять и скатывается вот так теперь идем друзья дальше абрикосовый сад частично выпилен выпилены не больные деревья не учите сказал не старые старые нет какие старые 25-35 лет они были выпилены это уже новые подсадки видите грядки там кое-где сколки с кусками с этими культурами которые называются кустарниковые вот так готовится площадь смотрите первый год все было заросшее картош картофель на следующий год дерна не будет уже будет расти здесь примерно вот то что растет здесь видите вот они уже привиты этой весной яблони видите это весной вот это вот как бы часть питомника большая часть вон там мы были там ладно все-таки идем в беседку молодежь подсажена тут где-то если хорошо поглядеть можно увидеть пни прежние ветеранов которым уже было лет 30 35 я их выпилил вот такие пни вот такие пни вон пни вот ну и получается что наконец произошла смена поколение так сад был заложен две тысячи нет тысячу 895-1990 год 1985-1990 он был удачный но удачно сразу пошли великолепные сорта сразу освоил прививку поехал на украину и хапал хапал привозил прятал от этого а таможенников уже появилась граница мать его сейчас я пристрою вот так вот сяду рядом поговорим итак смотрите имея возможность начинать на придя на готовое то есть мои семена семечки косточки схожи у них удивительно 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 вот там в углу патриарх так а вот там вот смотрите никто их не садил если бы их не коса и там просто рука не поднялась помощник у андрея видите все скошено здесь кошки на сотни самосевных саженцев а вот там то что я вам показался под самой этим забором подрабицы там они растут с густотой спичного коробка даже гуси вот это пример того какие возможности можно начинать сразу итак я начинал с яблонь 5 гектар засадил осенью я засадил 5 гектар причем сразу постоянно места 6 на 4 с половиной это и мне так показалось что вы что то я умел прежде чем дать 5 гектар меня заставили сдать экзамен в Шушенском по совете зам 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 Вот, кто их там мерил на острове? Нет, померили вначале официально, а гердезиста, а потом еще гектар. У меня получилось 1650 гнезд, это постоянных яблонь, ну плюс еще были, это экспериментальный сад был особый, шелковицы, вишни, вот, абрикосы, ну и так далее, груши очень вкусные. Вот, и это все было реально, потому что начинал я с заброшенных садов, вот, оттуда я привозил сотнями, осенью, это 92-й год, я привозил, когда землю давали, я привозил осенью промышленный сад, будем говорить и питомники, друзья, а я привозил осенью саженцы из заброшенных садов, двух-три клетки обычно, привал или уличная капулировка, или в расщепке, нет, вначале простой капулировка, я даже считал, она самая эффективная, только оказалось, что на острове очень ветреное место, и даже подвязывал колем, и мы мудрились обламываться прививки. Не сейчас она бывала, но зато самая мощная. И вот, трактора нет, иначе я садил не в паханую землю, а полагалось пахать. Посадил, потом начались, как-то прорвались быки, они, оказывается, колючую проволоку не замечают. Временная града, три ряда колючей проволоки, для них оказалось примерно как паутина. Прошли, вот, и около тысячи, они, знаете, что делали, привитые саженцы, они вырвали из земли. Вот идет, зачем-то подходит, хватит зубами, выдергивает, дальше идет. Когда я гонял бычков, они бежат-бежат от меня, и все равно успевал наклониться и схватить саженец привитый, вырвать его, и дальше бежать в зубах саженец. Вот так бычки с нами расправились. Потом была, это еще до этого была трагедия с птицами, прилетела какая-то, я их не понимаю, в птицах. Это все вам пригодится, если вы закладывать сад будете, или питомник. Птицы прилетели, и давай выклевывать проснувшиеся почки на именно прививок. Их там всего две-три. Выклевывали бы жалостно, я тогда сошел с ума, я приехал в город, схватил двухсловок, вернулся на остров. Вот, посчитайте, расстрелял в суставе, ну немного, три или четыре. Страшно было, обидно за работу, хотя понимаю сейчас, что расстреливать птицы. А тогда не было пластиковых бутылок, вообще не было в природе. А потом, когда они появились, вы сами понимаете, я и придумал пластиковыми бутылками укрывать деревья. Ой, молоденькие прививки. Привал у самой земли, удобно, для деревьев хорошо. Это потом я определил, что это наиболее оптимальный способ. Вот, и вот на паханой земле, не паханой земле, у меня рассад. И с тех пор я сказал себе, когда довел заплодоношение, ничего не делая, вообще ничего. Довел заплодоношение и получил довольно, это, товарные плоды, яблоневые. Значит, какие сорта были? Познакомился, сразу взял землю с Байковой. Вот, Галина Николаевна, тогдашний директор этой ГСУ Шушенская, расположенная в деревне. В деревне, в деревне. О, начинаю забывать. Так, значит, это самое. Так, ну, походу вспомню. Вот, и тогда, значит, я выявил лидера среди них. И 500 деревьев у меня росло под названием Жигулевская. Жигулевская, ой, великолепный сорт, я его называю король сада. Это просто находка для всей Сибири. Вот. А порталматинский он оказался слабее на мороз. Ну, и еще пару сортов, осенних, зимних. Вот. И, в общем, все было бы нормально, если бы потом, конечно, сад не сожгли ребята на мотоциклах. Где-то окнулась моя работа на Саазе. Какая-то чистая месть. Причем я не знаю, кому обязана. Вот. Потому что никто ничего не предъявлял. Никто с меня дань не требовал. Вот. Помню... Могу ж поговорить? Помню это. Подходит ко мне знакомый еще по-нарильску. Такой привлотненный мужик. Который со мной запросто. Ну, все-таки нарисяне оба. Кажется, Тиноч, да я тебя сейчас знаю, сейчас скажу. Вот. Была сходка. Обсуждали, с кого брать дань. Вот. И кто-то сказал, Железова трогать не будем. Железов работяга. Вот. А у Железова саженцы были. Смотрите. Вот такие вот. Что с меня было взять? У меня не было денег на сторожа. Сколько из-за этого горя было. Не было денег на трактор. А уже где-то в реестре у них уже был. Может быть, имелось в виду, пока трогать не будем Железова. Пока жиром не обрастет. Но обрасти жиром садовода практически невозможно. Это я говорю, те, у которых вот этот домик был 40 лет назад. Так это мое главное домовладение и осталось. Из опилок, обшитые досками. Вот. Так что, но тем не менее, приятно, что меня назвали работяга. И с уважением. Я бы сказал, с уважением. Вот. Что, почему я говорю, что я все-таки тема саженцы. Почему тема, это именно питомник. У меня уже после этого восстановил сад второй раз. Посадив, привив большую часть после нашествия бычков. Воровство продолжалось. Зайцы тоже. Зайцами я расправлялся лихо. Я же бывший охотник. Хотя, может быть, охотников бывших не бывает. Начинается зима, выпадает густой снег. Тут же зайцы тропы повели в этот самый. В этот. Ко мне в сад. С рядом расположенной тайги. Она же прям примыкала. Плотную. Вот. И тут же на тропах я ставил петли. Тут же зайцев. А. Сторожа и двух собак. Кормил этой же зайчатиной. В том числе. И уже опасности зайцы не представляли. То, что многие женщины плачутся, стонут. Опять зайцы объели сад. Опять. Я сразу вздыхаю. Мужиков нет. Охотники вывелись. Вот. А что проще зайцами разделаться? Нет ничего проще на свете. Вот. Это надо быть что глупее зайца, чтобы зайца не поймать в петли. Вот. Теперь так. Так как воровство продолжалось, я заложил рядом питомник только для того, чтобы восполнять потери в саду. А. Мыши грызли. Четыре кота завел. В радиусе 100 метров. Мыши исчезли. Вот. Это было неплохо. Потому что защитить отравой такой огромный сад где-то был примерно... где-то 200 на 250. Да, где-то так. Ну или там, допустим, 220 на 250. Где-то такой был размер. Попробовать защите от мышей. Мыши были на каждом квадратном метре. Это был враг номер один. Ну, справился. Коты, лайки тоже помогали. Вот как они давили мышей лайки. Это так великолепно было. Потом, значит, восполнял потери отдельно в выращенном питомнике. Вот. Очень хороший был питомник. И вдруг, а уже, еще когда я был датчиком, слава во мне пошла. Пошла как исключительно в дачном садоводе. Мало того, что у нас садоводство было развито. Уже на этом фоне выделиться. Это надо было умудриться. У всех там абрикосы 30-50 грамм. У меня уже 100 грамм. Вот. У всех яблоки там еще были простенькие в то время. А тут самые роскошные, какие можно представить, уже были. А вот Груша вообще собрал такую коллекцию, сама сладость. Выделился как-то. И уже ко мне поехали за саженцами. А деньги нужны. А у меня саженцев-то про запас сделал, как бы, в школку. Не питомник специально, а для себя. И вдруг на моторках подъезжали к острову. Или вот тут же часть времени я проводил на даче. Пока там не было жилья на острове. Вот. Сюда подъезжали. Саженцы, саженцы. Ну, вздохнул. Продавал, помню, рублей по 200, по 300. Время такое было. Это в современности деньги. Вот, брать. То есть, в пересчете на это. На современные деньги. Недорого. Никогда богато с этого горца не жили. И тут же это было чем-то тоже кормить. Я же уволился с завода. А пенсию, если я скажу, что на пенсии можно прожить, вы же меня сейчас начнете высмеивать и хохотать. Согласны? И тогда получилось так, что мне пришлось уже, проснулся во мне уже этот торгаш, раз у меня покупают. Я их не прошу, а они едут. Вот, я тогда сказал себе. Только я параллельно заложу еще настоящий питомник. Вот. Я его, то, что вы вот тут вот, сейчас показывал, не показывал. Ну, вот так вот. Вокруг не обводил. Или это было в предыдущем фильме. Вы поверите, нет, что это бывший питомник. Почему там груши? Вон они. Почему они к забору прижаты? Вон они, видите? Вот, смотрите, вот. Вот. Несколько штук. Они все прижаты к забору. Почему? Потому что здесь был питомник, и они росли на это самое. На каждом метре по три штуки. Я их продавал. Некоторые оставлял навсегда. И таким образом постепенно вот эта вся площадь, вот эта заполнялась деревьями. Часть уже нету. Вот, видите, молодежь, это уже второе поколение. А вот еще первое поколение. Вот перед вами дерево, которому 30 лет. Вот, и так далее. Получилось так, что питомник играл двойную роль. Он же питомник, он же будущий маточный сад. Потому что ни одно дерево я не оставлял в покое. У меня сегодня есть огромных взрослых деревьев, которых я не брал ветки, потому что вначале были потеряны бирки, и я не знал, что за сорт. Вот, а потом уже, когда ждал 4-5 лет первого плода, а потом уже так получалось, что уже, и наоборот, те, которые их же были с бирками, те я умертвлял буквально через 8-10 лет, и это было. Я потом наодно лопчился. Вы знаете, перейти на систему, оставлять, вот, смотрите, дерево, видите, вот смотрите внимательно. Вот. Вот, вставать нету сил, видите, оставлять именно пенечки, пенечки, да, и не делать рада на кольцо. Я к этому не сразу подошел. Я, ребят, так же, как вы, резал на кольцо. Я не знал, какую подлость я совершаю. Вот. И дальше можно было продолжать, но у меня заморгало, значит, батарейки сели. Наверное, сейчас он в любую минуту сам остановится, но еще моргает. Успели что-то еще сказать? Итак, питомник плавный, можно начинать садить густо. Лучшие из лучших остаются навсегда. Остальные тут же, если по-дешевски скупать большие партии семечек, косточек, можно тут же часть из них пускать сразу в продажу, и это возможно. Особенно абрикосы, сливы, вишни, можно сразу в продажу. Семечками тут сложнее яблони и груши. Дольше ждать. Бывает и 5, и 8 лет, а бывает и 10. Бывали случаи 20, но это, конечно, не причина отказываться, но и в то же время охлаждает такие цифры. Ну, а косточки и культуры, почему нет? Вот. У меня тут рядом, вот прямо, посмотрите внимательно, вот прямо, вот смотрите, видите абрикос? Вот. Так вот, он умудрился мне, будучи непривитым, дать плоды 40 грамм вкуснейшие. Это пока мой лидер из маньчжурцев. Я показывал, есть фотографии, я ходил вокруг, хвастался. То есть, вы все, кто меня это знает, тот знает. Вот, что все это не сказки. Знаете, как бывает? Привил на нем культурнейший сорт, он взял и умер на второй год. А этот маньчжурец так оккультурился, я это называю инфицированием. Сам придумал такой термин. Сам себе режиссер. Вот, ну и получается, что где-то, где-то несколько целей удается выполнить сразу. Режиссер подарить, продавать. Самый лучший из лучших остается навсегда. Еще и гуще. Как я сказал, у меня был сад, промышленный, причем настоящий. И все у меня было, трактором обрабатывал. Пока обрабатывал, какие пожары. Когда междурядия пропахивал и лучильником потом обрабатывал после плуга. А ваша роль, если начинать с питомника, то надо все-таки поначалу в саду быть гуще. Потом можно чуть-чуть прорядить. Может дождаться, как я дожидался урожая. Потом оказывалось, что не все, далеко не все качественные плоды. Всякое бывало. Кто-то в папу, кто-то в маму, кто-то в соседа. Как повезет. И тогда, вот это вот поневольный отбор, один из двух, один из пяти. Бывал один из десяти, да. Сразу сделали мой сад выдающимся. Догоняете? И как просто. Ну подумаешь, что вместо одного вырастить пять-десять деревьев. Это есть и склонность к селекции. Но даже если склонность именно к производству саженцев, к их выращиванию саженцев, к их получению прибыли от них, чтобы это стало делом всей жизни. Первый этап. Все равно без селекции не обойтись. Как говорится, бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Это поговорка очень хорошая в садоводстве. Бери больше семян, сади гуще. Проредите, природа поредите, сами поредите. С этого начинается питомник. Настоящий питомник я вам показал. Видели? Это реальность. Люди приезжают осенью, приедут, будут пробовать плоды с деревьев и покупать саженцы. Но это обычно... Это немного людей. Хотя лучше бы все осенью разобрали бы. Весной все это повторяется, сами выбирают саженцы, только попробовать не удастся. Весной плодов нет. Но, тем не менее, это самое главное. Выбор и выкопка на месте. Хоть с открытой половой системой, это в посылке. Хоть с закрытой половой системой, это у кого багажник в машине имеется. Это все высшее, так сказать, мастерство. Это все высшее качество. И самое главное, когда вы, пусть не у меня, не у нас, не у Сергея, а где угодно, вы купите саженцы. И когда берет продавец саженец, возьмет руки в секатор и на ваших глазах увечит его, делая страшные раны. Вот, от основания штамба и выше. Никогда не прощуем это. Миллионные саженцы вот так колясят и показывают на всю страну. Как эти федеральные телеканалы, это миллионы, миллионы, миллионы просмотров. Вот, то есть, саженец какой есть, такой есть. Главный совет для тех, кто саженцы покупает. Придавец дурак дураком, хороший саженец, допустим, сделал, но и он не знает, и он никогда этого не сделает. Сами отрежьте верхнюю половину, не жалею. Если метровый, то полметра. Чуть меньше, если есть этот самый. Корни закрыты, и еще покупая саженцы, дергать их беспощадно. Если он выскочит из горшка, значит, вас надули. Вам же могут это. Я помню, учил, учил в своих статьях еще. Потом приходит письмо. Женщина говорит, с Ленинграда, я пришла на рынок, давай дергать, меня продавцы чуть морду не набили. Они в горшках не выращивают. Они берут, корни калечат, обрывки корней обладят. С ранами вставляют в горшок, присыпают и на рынок. Узнайте только потом, когда привезете домой. Чтобы этого не случилось, пожалуйста, дергайте. С их разрешения запретят дергать. Значит, послали их, знаете, куда? Чтобы они долго оттуда не могли вернуться. Ну вот, друзья. Больше сказать ничего не могу. Запас прочности есть у батарейки, у меня. До свидания. До новых встреч. Я с вами не прощаюсь. Я очень хочу, чтобы у вас такие же сады были. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...